Здравствуйте! Сегодня 13 марта 2022 года, 18 часов 31 минута, половина седьмого вечера. Сегодня днём температура была около 2-3 градусов тепла. Дул такой не сильный ветер северный, потеплело уже, облачность такая на небе сплошная была. Ну не отдельные облака, а вот просто затянуто всё сплошной облачностью и солнце даже не могло между облаками пробиваться к земле и прогревать её. Но солнце даже через такую толщу облаков всё-таки своими лучами инфракрасными уже пригревает землю и тепло ощущалось. То есть когда в тёмной одежде ходишь по двору, когда слой облачности уменьшается, то чувствуется, что уже тепло идёт, то есть уже дело идёт к весне. Пчёлы сегодня не вылетали, потому что холодно, низкая температура для полётов. Ну были одиночные вылеты, там одна-две пчёлки либо в последний полёт улетает, либо там уже так прижало, что не втерпёшь, вылетает, быстренько очистила кишечник свой и обратно в улей. Недалеко отлетает, там метр-два от улья, кружочек такой сделала быстренько, потому что холодно летать и назад в улей прячется. Сегодня ночью в 4 часа 33 минуты я проснулся от того, что над моим селом пролетели три самолёта со стороны российской границы. Моё село находится на севере Черниговской области Украины, Городнянский район бывший, теперь это Черниговский район Черниговской области, 50 километров до Чернигова и около 60 километров до границы с Россией. Так вот, три вот этих самолёта, которые пролетали, они летели на высоте, ну, нескольких километров, то есть это не низкий полёт был, а такой довольно высокий, но может быть 3-5 километров, приблизительно так. Я из дома не выходил, потому что всё равно через облачность вот эту сплошную на небе я ничего бы не увидел, но по звуку в доме я слышал, что летят такие большие тяжёлые самолёты, это не маленькие истребители, там типа МИГ или... СУ, а такие вот тяжёлые большие самолёты, ну, это может быть даже десантные самолёты или что-то типа таких больших бомбардировщиков, тяжело летели, чувствовалось, что скорость передвижения невысокая, Ну, относительно расстояния того, на котором они летели, ну, медленное движение было. Вероятнее всего, что летели с российского аэродрома военного или с белорусского, летели бомбить города, либо Сумы, либо Харьков, либо туда, может быть, даже на Херсон, хотя к Херсону далековато лететь, вот, но вероятнее всего, что либо Сумы, либо Харьков. У меня такое предположение, и так вот, судя по направлению звука, в том направлении летели. Ночью были многократно слышны звуки от грохота, от выстрелов, от ударов снарядов по Чернигову. И в течение дня сегодняшнего много раз были слышны такие взрывы, как будто бы ракета крылатая падала на Чернигов, ну, такие вот, как сообщают 500-килограммовые крылатые ракеты, ну, то есть полтонны, представляете себе, такое вот чудовище летит в воздухе с зарядом топлива, она самоуправляется со спутниковым наведением через GPS, там, или через ГЛОСНАСС, российскую систему, вот эту аналог GPS, и летели, значит, в сторону Чернигово, и бомбят этот красивейший, украинский, старинный, древнеисторический город. Большое количество разрушений в городе есть, но народ мужественно сопротивляется этой фашистской, этой паскудной войне, и мы выстоим в этом противостоянии, и благодаря сплоченности украинского народа, и мужеству, и героизму, и стремлению всех людей Украины к тому, чтобы остаться свободным, независимым, суверенным государством, и не попасть в кабалу на очередные 300 лет этому московскому царству, или Российской империи, или Российской этой федерации, гребанной, паскудной, тюрьме народов, которая свои же народы, свои же национальности, и своих людей угнетает, не ценит, и абсолютно к этим людям отношение такое, как не к живым существам, не к людям, а просто как вот к ресурсу, который можно по приказу взять и бросить в мясорубку войны. Я хотел рассказать мужчинам, российским этим воякам, сраным, которых засылают на территорию Украины воевать, страшную такую новость, от которой у многих, может быть, мозги включатся, и они начнут соображать, а может быть, и не включатся, будут думать, что я просто им наврал, с той целью, чтобы как-то, значит, вести их в заблуждение. Ну, у меня уже возраст такой, что, значит, уже как бы предпенсионный, мне 56 лет, и я сам киевлянин, и врать мне как бы особого смысла нет, потому что мои слова очень легко перепроверяются вами же, путем общения с другими мужчинами, которые через подобные ситуации сами прошли. То есть вы можете найти среди своего окружения либо дядя, либо там двоюродный брат, либо там знакомый, либо родственник какой-то, или родной брат, или, значит, муж вашей сестры, или еще кто-то там, ну, или сотрудник на работе. Можете из уст этих людей узнать все то же самое, и они вам подтвердят то, что я вам сейчас расскажу. Вот вы когда давали присягу воинскую для того, чтобы служить России, Российской Федерации, защищать Россию, там в этой присяге не было сказано, что вы даете присягу воевать против соседних, суверенных, независимых государств. Там не было указано, что вы даете свое согласие и готовы пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы воевать против Украины, или Белоруссии, или Молдавии, Молдовы, или прибалтийских государств, которые раньше входили в состав Советского Союза с 40-х годов, имеется в виду Латвия, Литва, Эстония, или же против каких-то других государств, типа Чехия, или Словакия, или Венгрия, или Румыния, или Болгария, или Германия Восточная, или Словения. Ну, в общем, все государства, которые раньше входили в состав Югославии, то есть большое количество государств, там и Сербия, и Хорватия, и другие государства, которые сейчас стали самостоятельными после развала бывшей Югославии. Так вот, вы не давали присягу России, российскому народу, российскому государству о том, что вы готовы воевать против этих государств. То есть сейчас, так как вас направили на войну, минуя вашу присягу, ну, то есть практически ее проигнорировал, проигнорировав вашу присягу, вы имеете полное право не выполнять этот преступный приказ, потому что в присяге, которую вы приносили российскому народу, не сказано, что вы должны воевать по приказу, по преступному, этого сумасшедшего, выжившего из ума карлика, этого окурка, этого недомерка, этого шизофреника, психопата и параноика, что вы должны воевать против Украины. Поэтому вы имеете полное право сообщить своему начальству непосредственному, находясь на территории России или там в Белоруссии, что вы отказываетесь выполнять преступный приказ. Вас, конечно, арестуют, вас посадят на гоуптвахту, против вас возбудят уголовное дело, вам могут срок назначить уголовный за то, чтобы отказались выполнять этот приказ, но, значит, вы таким образом имеете стопроцентный шанс сохранить свою жизнь, не попав на территорию Украины и не рискуя своей жизнью в самой настоящей войне. Это не военная операция, как вам по телевизору рассказывают, или по радио, или на интернет-сайтах, или по другим средствам массовой информации, или в газетах, или во всяких социальных сетях. На самом деле это самая настоящая геноцидная, варварская, паскудная война против соседнего дружественного, дружелюбного народа, государства Украины. И вот даже на днях было такое сообщение, что морской десант, который прибыл на российских кораблях к Одессе, к Одесской области, он несколько дней не мог высадиться из-за того, что был сильный ветер, был шторм на море, и эти десантные корабли не могли причалить к берегу и высадить свой десант. Так вот, этих вот моряков, морской спецназ, которых там болтали в море в этот шторм, их все-таки довезли, погода улучшилась, их довезли до берега Украины в Одесской области, а они отказались сходить на берег со своих кораблей, взбунтовались, и командование этих кораблей ничего не могло поделать, потому что, ну что там, командир, замкомандира, вот, значит, там Мичман, кто там еще, Кок, шеф-повар на корабле, там еще несколько командиров, они не могли согнать этот десант российских этих вот, как они там, краповые береты там, или какие там береты, в российском этом десанте используются, и не могли их согнать на берег, и пришлось этим десантным кораблям возвращаться обратно в сторону Крыма. И таким образом десантирование этих вояк не произошло. Естественно, что их привлекут к ответственности за невыполнение приказа, но этот приказ был преступный, и в Конституции Российской Федерации написано, что гражданин Украины, то есть гражданин России имеет полное право не выполнять преступные приказы, которые противозаконные. Ну, аналогичная ситуация в законодательстве и Украины, поэтому я неспроста оговорился. То есть это абсолютно логично, это правильно, и так и должно быть. То есть если я, например, как командир, допустим, какого-то воинского подразделения скажу своему подчиненному, что бери автоматы и стреляй вон там в Сидорова твоего сослуживца, это явно преступный приказ, и он не должен выполнять этот приказ. И тогда, когда будет судебное разбирательство, судьи, ну, военные судьи, там военная это тройка, трибунал этот военный, будут разбирать, кто прав, кто виноват, и в результате меня признают виновным в том, что я абсолютно необоснованно такой приказ дал стрелять там сослуживца. То есть одного сослуживца натравил на другого абсолютно беспочвенно. Поэтому вот эти вот военные приказы, которые вам дают с целью нападения на Украину, они преступны. И вот теперь вопрос возникает, ну, ладно, вот, допустим, в этом боитесь, что вас там арестуют, на гауптвахту посадят, потом там будет заседание этого трибунала военного, где вас будет абсолютно незаконно пытаться признать виновным в том, чтобы вы не выполнили приказ своего командования, и будут вам там пытаться назначить уголовный срок за невыполнение приказа. И вот возникает вопрос, что вы с этого, как говорится, имеете? Вот ради чего вы рискуете своей жизнью и лезете на территорию Украины? Какая вам от этого польза и в чем ваша выгода? А оказывается, что никакой выгоды у вас нет. Ну, зарплату вам там какую-то платят. Ну, ладно, там 200 долларов в месяц или 250 долларов в месяц. Я думаю, что вряд ли, чтобы больше. Это довольно немаленькие деньги. Ну, допустим, там 300 долларов в месяц вам такую зарплату платят. Ну, я имею в виду офицеров. Хотя я сильно сомневаюсь, что 300 долларов в месяц вы там такую зарплату получаете. А сейчас, в связи с тем, что курс рубля к доллару сильно изменился, то те рубли, которые вы получаете, это не 300 долларов. Это уже, значит, если курс изменился в 4 раза. Ну, вот 300 разделите на 4. Это будет по 75 долларов в месяц. Ну, ради такой суммы вы свою жизнь подставляете под риск и потерять здоровье хотите. Или быть убитым и стать пушечным мясом на территории Украины, своей кровью и своим мясом удобрить нашу благородную землю. Ради этого вы за вот эти 75 долларов, ну, по нынешнему курсу, вы рискуете вот этим всем. Я думаю, что у вас просто либо мозги не работают, либо вы там настолько обосравшиеся и боитесь своего начальства, что вы не способны, как мужчины, принять решение и с ответственностью за свою жизнь и за свое здоровье дать отпор вот этим незаконным приказам. Ну, ладно, ну, допустим, там пилотам, которые вот вылетают из белорусских аэродромов или с российских аэродромов военных, вылетают в сторону Украины и обстреливают города украинские, бомбят их. Допустим, там, допустим, им там платят, ну, скажем, 500 долларов, к примеру. Ну, опять же, 500 долларов, если это раньше было до того, как война началась, 24 февраля 2022 года в 5 часов утра, допустим, там, зарплата у них была 500 долларов. Хотя я сильно сомневаюсь, что такая зарплата была. Вот. Ну, имеется в виду в месяц зарплата, не в день, конечно. Кто же в день вам столько денег будет платить? Карлик Пу, он 140 миллиардов долларов украл с территории Российской Федерации, ограбил все народы и все вот эти вот области, государства, ну, как бы такие вот входящие в федерацию российскую. И срать он на вас хотел с высокой колокольни, и имел он вас всех в виду, потому что он шизофреник и параноик и психопат, и ему абсолютно безразлично, потеряете в этом свое здоровье на войне, или вас убьют, или что там с вами случится, ему на это все насрать, потому что он абсолютно не ценит жизнь своих граждан. Если, например, в тех королевствах, скажем, Норвегия, или Дания, или Великобритания, или Голландия, где монархия существует, ну, там есть еще государства, где тоже есть монархия, Монако, например, вот, или Лихтенштейн, там княжество, князь правит этим государством. Есть и другие монархии в мире, то там в монархии эти заботятся о своих людях, и они считают их людьми и своими подчиненными, и относятся к ним бережно, потому что это ресурс этих государств, человеческий ресурс, это интеллект, это рабочие руки, и они во всякие войны не ввязываются. А вот Россия, учитывая то, что абсолютно не ценится здоровье и жизнь ее граждан, как в свое время, значит, во время Второй мировой войны, один из командующих советской армии сказал, что бабу еще нарожают, то есть бросаясь советских воинов в мясорубку, ну, скажем, при переправе, при освобождении Киева, при переправе через Днепр, там тысячами бросали людей в бой, практически безоружных, и там весь Днепр красный был от крови, и немцы ужаснулись от того, что вот так вот бесчеловечно относятся к людям советские власти, которые тысячами бросали людей в бой под пули пулеметов, и люди гибли там прямо на глазах, не имея шансов сохранить свою жизнь, и не имея шансов переправиться именно в этом месте, хотя нужно было переправу устроить или выше по течению Днепра или ниже, и обойти Киев с другой стороны, и ударить как бы в тыл врагу. Ну вот, командование советских войск приняло такое решение, что вот переправляемся здесь, показуха, Сталину докладываем, там звезды получаем, награды получаем, и в результате людей не берегли, относились к ним как к дорожной пыли, то есть абсолютно пренебрежительно, и без какого-либо сожаления о том, что люди эти тысячи гибли. Так вот, та же самая ситуация сейчас происходит и с вами, российские вояки, которых вас за копейки практически, ну, с учетом того, что рубль еще обесценился, вам же зарплату не в долларах платят, а вам же зарплату платят в рублях, так вот с этими рублями вы теперь не в магазин пойдете, а сходите в туалет, значит, жопу свою будете подтирать вместо туалетной бумаги, потому что туалетная бумага будет стоить дороже, чем те рубли, которые вы будете получать в виде зарплаты. Вот до чего вы дожились, дослужились, выполняя преступные приказы этого недоумка, этого карлика, этого КГБшного окурка, чемоданоносца Собчака. И еще один очень важный фактор, вот женатые мужчины, ну, у которых там жена есть, может быть, один или несколько детей, маленьких там, или более-менее взрослых детей там, которые еще в школе учатся там, в четвертом, в пятом классе, в седьмом, там, может быть, в девятом, в десятом классе, но в основном это, как я вот наблюдал по тем военным машинам, которые ехали через село, я недалеко находился от проезжей части, я стоял в очереди в магазин за хлебом, ждал, когда хлеб привезут, это вчера было, вот, и я видел, наблюдал лица вот этих мужчин, которые там, вояк этих российских, которые и в кабинах сидели, и в кузове сидели, их как живую силу их там везли, они там с автоматами находились, и на БТРах они ехали, молодняк, ну, то есть, максимум там до 30 лет, ну, соплячье, начиная там с 18 лет, и, ну, 25-27 лет, вот такой диапазон, то есть, там постарше мужчин не было, я не видел ни одного более взрослого, чем 30 лет, так, молодняк едет, и все, а в таком возрасте жизненного опыта еще мало, ну, вот сравните, мне 56, и сопляку молодому там, который с автоматом в кузове машины сидит, 18 лет, то есть, я в 3 раза старше его по возрасту, и у меня жизненный опыт не в 3 раза больше, а в десяток раз больше по сравнению с ним, и вот он тут ходит по селу с автоматом, потому что тут у нас село оккупировано, и табор такой стоит, позасрали своим говном улицы, потому что жрут, а срать где-то надо, так они же срут под заборами, и вот это вот шантропа, это российская, эти вояки, они, значит, выполняют эти преступные приказы, и для них это войнушка, развлекушка, с автоматами побегать, пострелять, это не компьютерная игра, где там побегал, пострелял, и там у тебя миллион жизней, и ты можешь откатиться каждый раз на исходную позицию, и начать играть по-новому, и твоя жизнь будет сохранена, а тут если пуля в лоб прилетит, то пиши пропало, допрыгался, как говорится, боец, засранец, дострелялся, ты стреляешь в украинских людей, и украинские люди в тебя стреляют, и еще неизвестно, чья пуля точнее в цель прилетит, и кто скорее кого отправит в мир иной, и вот, что я хочу сказать женатым людям, ну, женатые думают, что вот я как военно обязанный, или как офицер, или меня там призвали на военные сборы, и потом заставили подписать контракт, и как контрактника отправили на эту войну, вот я зарплату получаю, карточку банковскую оставил жене, ей эта зарплата на карточку поступает, она деньги тратит, детей кормит, воспитывает их и так далее, и я вот как патриарх обеспечен семье, содержу семью своим трудом ратным, но на самом деле это бандитский труд, это не ратный труд, ратный труд это когда вы свою родину защищаете, вот когда на Советский Союз Германия фашистская напала, вот это был ратный труд, а то, что вы сейчас делаете, это бандитизм, произвол, это абсолютно подлая, мерзкая, паскудная захватническая война, это стадо орков напало на миролюбивое, свободное, независимое государство, которое вам никакого вреда не сделало, не сделало, а вас натравили на это государство с помощью пропаганды, вот этой ебельсовской, которая из каждого утюга, из каждого, из каждой мясорубки, из каждого холодильника, из каждой микроволновки, вам постоянно, круглосуточно, по 24 часа в сутки, крутили и натравливали на Украину, вот этой злобой, ненавистью, всякие вот эти вот проходимцы, типа там Соловьева, вот этого еврейчика, Колобка этого, хитрожопого, который на озере Кома в Италии, себе две дачки там выстроил, за вот эти пропагандистские деньги, вот это Скобеева, Сукобеева, стерва, это конченная мерзкая падла, которая ненавидит Украину так, что, значит, как бешеная собака, ну вот, я на велосипеде езжу, и на большие дистанции, мне поехать, например, в Чернигов, туда-обратно, это 120 километров поездка, вот, и бывает, через некоторые села проезжаешь, или в Чернигове даже там бездомные собаки были, один раз на меня напали, бежит стая собаки, гавкает, потому что я еду на велосипеде, а когда с велосипеда я останавливаюсь, схожу с велосипеда, и кричу на них отгоняю, они сразу хвост поджимают, и разбегаются кто куда, а когда едешь на велосипеде, так подбегают, и пытаются за штанину укусить, или за ногу, и было такое, несколько случаев, когда меня и за штанины кусали, и за обувь кусали, вот такие дурноватые собаки, так вот это вот Скобеева-Сукобеева, вот это вот пропагандистка сраная, которая каждый день со своим рылом там мелькает перед телевизионными камерами, и настраивает своей злобой, ненавистью российских граждан на Украину, вот она гребет деньги на вот этом бизнесе, то есть для нее это просто бизнес, и она таким образом нашла место, где ее содержит, и причем прилично ей деньги платят, и она так зарабатывает себе на дачке за рубежом, ну там дачка не такая, как вы себе представляете, где-то там 6 соток, или 4 сотки земли, где-то там на трофенных болотах, вот, а дачка такая, как у этого Соловьева, стоимостью там в 2-3-4 миллиона долларов, или даже дороже, или в евро, еще получается сумма больше, то есть на такие дачки она себе зарабатывает, ну ладно, значит, допустим, вы согласились за вот эти вот копеечные деньги пойти воевать, и под видом того, что вот вы семью содержите, что вам надо детей кормить, содержать их и обеспечивать, потому что вы же глава семьи, и вы и жену кормите, которая сидит у вас на шее, нигде не работает, и детей своих обеспечиваете для того, чтобы они не голодали, и чтобы они одеты были обуты, и как бы ни в чем не нуждались, но я вам открою страшную тайну, что дети-то не ваши, получается, по факту, то есть вы можете быть и биологическим отцом этих детей, а можете и не быть биологическим отцом этих детей, огромное количество случаев, до 30% мужчины даже не подозревают о том, что ребенок не его, или даже несколько детей не его, а может быть так, что у мужчины трое детей, и все трое не его, вот недавно была такая публикация, капитан дальнего плавания, у него пятеро детей, вот, и все пятеро детей не его оказались, а он на кораблях ходил в походы, ну, это такой корабль российский, который не военный, а торговый корабль, он постоянно в этих рейсах был, зарабатывал немало денег, как капитан этого большого корабля, сухо врус, вероятнее всего, вот, я не могу точно сказать, но вероятнее всего, что так, вот, и он свою карточку, на которую он получал зарплату, оставил дома, его жена такая жирная, мордастая, тратила эти деньги на себя, в общем, купалась, как сыр в масле, в этих деньгах, которые она не зарабатывала, и она наплодила ему пятерых детей, и потом, когда судебное заседание произошло, и сделали ДНК, экспертизу, причем судебное заседание произошло по инициативе этого капитана, и ему многие родственники говорят, что ты ж посмотри на себя, и посмотри на детей, как бы твоих, ну, схожести между вами никакой нет, и много раз ему это говорили, и потом он наконец-то, с огромным трудом, отбросив все свои сомнения, он все-таки верил своей жене, а оказалось, что ни один из его пяти детей, ни его биологически, то есть это от соседей, нагулянные на блядках, вот этой бабой, пока он в рейсе, она там трахалась и со шотами, и с возгенами, и с кем угодно, так вот, я вам что хочу сказать, что вот вы сейчас пока тут, с немытыми яйцами, и с грязной жопой, воюете против украинских граждан, и ночуете в этих танках, значит, круглосуточно греете моторы, для того, чтобы от холодов не замерзнуть, и стреляете, и бомбите, и обстреливаете мирных жителей, и уничтожаете их, ваша жена запросто может блядовать с соседом, который там, вот, член у него подлиннее, там, или потолще, или попрямее, там, или наоборот, более поизвилистее, и прокрученнее, вот, или он там, не 15 минут, как вы трахаете, а полтора часа, вот, значит, или еще там, по каким-то причинам, или просто ей скучно стало, ваш член ей надоел, а она хочет каждый день, чтобы у нее новый член был, в ее распоряжении, и прыгать на нем, развлекаться, там, скачки устраивать на этом члене, то есть, вы сейчас тут с грязной жопой, с ним этими яйцами, тут бегаете, и помыться, и подмыться не можете, значит, и жопа болит уже, потому что говно там поприлипало, и вытереть его нечем, а, это самое, она там блядует, и трахается, и нагуливает детей, так вот, по российскому законодательству, получается так, что любой ребенок, который родился в браке, он автоматически записывается на отца, то есть, сейчас, пока вы тут вот воюете, убиваете украинских граждан, ваша жена там блядует, гуляет там по соседям, там трахается, сосет там, у кого хочет, и с кем хочет развлекается, вы думаете, что она верна, и что она там, значит, о вас переживает, и заботится, и все думы у нее только о вас, хрен вам, по самые помидоры, в задний проход, напрасно вы так думаете, плевать она хотела, и на вас, и на ваши все мысли, ей важно, что деньги она от вас получает, вашу зарплату она получает, она ее тратит на себя, детей она растит, исключительно для того, чтобы на старости лет, у нее были консервы, которых она будет жрать, и будет с них деньги тянуть, и будет от них внимание требовать, а вы ей сейчас нужны, только исключительно для того, чтобы вы, как Ишак, как ее личный раб, зарабатывали деньги, ее содержали, обеспечивали, а она к вам даже никакого уважения не испытывает, и никакой любви у нее к вам нет, то есть вы думаете, что она вас любит, вы ее любите, и вы думаете, что она вас любит, она вам говорит, я тебя люблю, но на самом деле она любит только себя, она даже своих детей не любит, то есть так бабы устроены, но тут ничего не поделаешь, так эволюция человеческого вида построена, что мужчина может любить женщину, а женщина мужчину не любит, она любит только себя, она даже своих детей не любит, и то, что там она изображает вид, что она как бы детей любит, на самом деле она их любит исключительно, как консервы на старость, то есть она понимает, что это ее ресурс на старость, и с помощью детей она всегда прикрывается от любых невзгод, вот типа там эвакуация, например, там как объявлено по Украине, из многих городов, которые сравняли практически с землей, куда бабы делись, они быстренько в первые же дни войны эвакуировались на западные области Украины и в Европу уехали, подальше от войны, бабы не хотят воевать, они не хотят свою жизнь подвергать опасности и прикрываются детьми, я мать, у меня дети, мне надо детей спасать и так далее, а мужчины вы воюете, ну черт с ним, что его там убьют, другого найду, хуев хватает на каждую пизду, вот, поэтому у баб такое отношение, отношение к мужчинам, поэтому сраные эти российские вояки, что я вам хочу сказать, что напрасно вы сюда влезли, напрасно вы свою жизнь подвергаете опасности и свое здоровье потерять, если вы приедете домой калекой, если у вас там ноги не будет, или руки не будет, или у вас там будет такое ранение, что вы нигде работать не сможете, баба, ваша жена, через неделю скажет, что нахер ты мне такой срался, я себе другого найду, я тебя вчера любила, вот пока зарплата твоя поступала, на карточку мне, я тебя любила, а сегодня, вот когда зарплата уже последняя пришла, и тебе там уже, я там пенсию какую-то сраную маленькую назначили, я тебя придурка без ногого, или без рукого, или покалеченного в голову, или там еще с какими-то ранениями, я тебя не люблю, и я подаю завтра заявление в ЗАГС о разводе, и одновременно подаю заявление, на раздел имущества, так как у меня дети, неважно, там от тебя эти дети, или от Ашота, или от Вазгена, или от Васька там какого-то, или еще от кого-то, она там наблядавала, нагуляла, от соседей, вот, даже в то время, пока вы там в воинской части занимались подготовкой, или на самолетах летали, там из пушек стреляли, на танках ездили, она там своей дыркой, этой своей щелью развлекалась так, как хотела, и срать она хотела на вашу любовь к ней, ей важны только деньги ваши, а не ваша любовь, и, значит, ваша забота, ну, заботу, конечно, она принимала, но взаимности никакой не было, ну, да, значит, ноги она раздвигала там раз в месяц, для того, чтобы дурачок не соскочил, вот, чтобы он продолжал нести ей зарплату, то есть вы в положении дурачка, который ради того, чтобы получить доступ к пизде, растраханной, к дырке этой многопользовательной, значит, пахали на работе, служили там, во всяких лишениях были там, ходили в наряды и так далее, значит, круглосуточно находились вдалеке от дома, а она блядовала, развлекалась так, как хотела, и срать она хотела на вас, и на вашу любовь к ней, вот, поэтому, когда вы, если живой еще вернетесь назад в Россию, в свою квартиру, в свой дом, или какое там жилье у вас есть, значит, и если вы еще будете живой, там, на одной ноге придете, там, на костыле вторая будет нога, или там просто вообще на одной ноге, и на, костыль будет не ноги, а под рукой, то она на вас посмотрит, поплачет, для видимости, в первый день, сделает вид такой, что, ой, как я рада, что ты вернулся живой, и так далее, а на самом деле у нее уже мысли такие, что, нахер ты мне срался, инвалид, коллега, ты на меня больше пахать не сможешь, я себе другого найду, бычка такого, который ебливый, и который, значит, будет мне там по три палки за ночь бросать, и который будет пахать на меня круглосуточно, меня содержать и обеспечивать, я сама работать не хочу, а мне нужен работящий раб, который будет меня содержать и обеспечивать, и растить, кормить моих детей, вот, и что получится, значит, вот вы коллега, денег у вас нет, потому что все деньги, которые вам зарплату на карточку получали, она это все поснимает, и заберет себе, и скажет, что никаких денег не было, и вы ни в каком суде не докажете, что все вот эти вот выплаты воинские, которые вы там получали, что они были сняты с карточки, не вами, а вашей женой, потому что вы ей карточку отдали, вот, и она, используя, значит, пароль вот этот, для доступа к карточке, как бы от вашего имени поснимаются деньги, и вы останетесь вообще без копейки денег, то есть ни рубля у вас не будет, и у вас будет такая ситуация, что, во-первых, у вас отожмут жилье ваше через суд, потому что это же надо женщине, она же мать, она же родила, надо же детям это все отдать, а вы останетесь без ноги, или без руки, там, или с покалеченной головой, там, или с ранениями, там, или в печень, там, или в легкие, или куда-то еще, работать вы не сможете, и как инвалид вы будете бомжевать, и пойдете жить на теплотрассу, на трубу городскую, теплую, в канализацию, там, или где-нибудь еще спрячетесь, чтобы зимой не замерзнуть от холода, и вообще загнетесь от того, что вас или собаки бездомные загрызут, или такие же бомжи, несчастные, которые опустились на уровень ниже плинтуса, вас по пьяни, или прибьют, или прилежут, или заберут у вас там бутылку водки, или кусок хлеба, который вы там где-нибудь на мусорке найдете, вот к чему идет ваша жизнь, ваши дети о вас вспоминать не будут, потому что мамаша им наврет, скажет, что он был плохой, он пил, бил, курил, гулял, меня не удовлетворял, меня на руках не носил, меня в жопу не целовал, мне деньги не давал, меня не содержал, детей не воспитывал, значит, вас он не любил, ну и в общем, баба врет, как дышит, и она такого наврет, что дети поверят ей, а не поверят вам, потому что она постоянно с ними находится, в то время, когда вы там летаете на самолетах, или ездите на танке, и воюете против Украины, или против какого-то другого государства, там же планы у Путина какие, и Украину захватить, и потом, значит, Прибалтику, Литву, Латвию, Эстонию, и потом в Польшу залезть, и в Венгрию, Румынию, Молдавию, ну и так дальше, то есть, хочет восстановить все вот эти государства, которые в состав Варшавского договора входили, все это под себя, под Россию подмять, таким вот образом он пытается остаться в истории, как великий соединитель, и приобретатель земель, для того, чтобы Россия стала еще больше по территории, но на самом деле, после этой войны от России останется только Московское княжество в пределах Московской области, со столицей в Москве, и с Кремлем в центре Москвы, но я думаю, что и Кремль разбомбят, и от того Кремля и свидание останется, от этого паскудного сооружения, от которого только злоба, ненависть ко всем соседним народам происходит, так что мужики российские, пока вы тут с грязными жопами, с немытыми яйцами бегаете, воюете против украинских граждан, ваша жена ебется, сосет там члены, мытые или не мытые, там у соседей, там развлекается, трахается, детей нагуливает, которых на вас запишут, и вы будете вынуждены, даже если вы будете понимать, что вот ребенок родился там негритенком, или там на кавказца на какого-то похож, а вы русский, ну никак не может быть кавказец у вас, по чертам лица, а он похож либо на дагестанца, либо на чеченца, там или на какого-то там удмурта, или якута с узкими глазами, а у вас глаза не узкие, а круглые, откуда узкий глаз ребенок возьмется у отца с круглыми глазами, значит, или у матери круглые глаза, да ниоткуда не возьмется, только нагуленный там от соседа, там или от случайного знакомого, ехала в трамвае, увидела здоровенного мужика, который ей там подморнула, у нее там в писечке, так сказать, замокрело, и ей захотелось поразвлекаться, ой, я это самое, сейчас любовь у меня возникла, там пойду перепихнусь с этим мужиком, с этим якутом, или удмуртом, там, который ехал в трамвае, там, трах-бах-тарарах, значит, потекло куда надо, яйцеклетка оплодотворилась, и все, и ребенка она нагуляла, а потом, ой, мне же ребеночка жалко, я же мать, я рожу, будет не трое детей, а четверо там, или пятого еще рожу, как вот этот капитан дальнего плавания, российский, который пятерых детей чужих растил за свою зарплату, а ни один из его детей, как он думал, что это его дети, оказались ему не родные по ДНК-тесту, так что, нахер бросайте эту войну, думайте о себе, думайте о том, что жена вас кинет при любом же поводе, если у вас там руки не будет, или ноги не будет, или будет у вас какое-то ранение, и вы не сможете ее содержать и обеспечивать, она вас элементарно просто, вот сегодня вы вернулись, а завтра она уже пойдет, в ЗАГС напишет заявление, что хочу развестись, а судья спросит, почему развестись, вот мы не сошли с характерами, ну вот 10 лет у вас характеры совпадали, все было нормально, а после того, как русский этот вояка сраный повоевал в Украине, и ему там ногу оторвало, или руку оторвало, или какое-то другое ранение у него есть, и он не может работать, у него здоровья не хватает, ему нужно реабилитироваться лет 10-15, для того, чтобы свое здоровье, после того, как ему там печень, или селезенку, или какие-то другие внутренние органы, или кишечник, там ему пулями прошило многократно, ему нужно длительное время на восстановление, а жена это терпеть не будет, ей нахер не нужен такой мужик, которого нужно обхаживать, жопу ему подтирать, еду ему готовить, а он будет у нее как бы на шее сидеть, и зарплату свою она тратить на него не будет. Мужью зарплату, то есть зарплату мужа, она с удовольствием тратит на себя, и на детей, а свою зарплату, это ее зарплата, она на тебя, дурак ты, значит, российский, и вояка ты сраный, она на тебя ни копейки не потратит, потому что это ее дети, это ее деньги, она на тебя, вот тебе нужно будет аспирин, там лекарство дешевое, значит, местного производства, ну, самые дешевые таблетки, она пожлобиться, пойти в аптеку, купить аспирин, и тебе эти таблетки принести, скажет, давай деньги, у меня денег нет, хотя у нее там на сберкнижке, или в заначке в какой-нибудь куче денег лежит, даже столько, сколько ты даже не подозреваешь, сколько у нее денег нет, то есть она себя на черный день всегда откладывает, ты с голой жопой будешь в драных трусах, и в драные майки ходить, и экономить ту свою пенсию, чтобы с голоду не умереть, и какое-то жилье себе снимать, или даже если денег тебе не будет хватать, так ты будешь на теплотрассе жить, и ничего себе толком купить не сможешь, потому что тебе алименты такие назначат, что твоя это воинская пенсия, которую ты будешь получать, она будет полностью уходить на алименты на детей, не важно, что у тебя там ноги нет, или руки нет, и ты работать не можешь, здоровье не позволяет, судей вот этих бабич, которые сюда эти алименты назначают, им насрать глубоко на мужчину, то есть они к мужчинам относятся, как к корове дойной, которую нужно выдаить полностью, и когда уже корова давать молоко не может, ее отправляют на мясокомбинат, на убой, и с мужика хоть мясо какое-то взять, а дальше на кладбище там, или загибайся там на теплотрассе где-нибудь, или пусть тебя там где-нибудь бомжи убьют возле мусорного контейнера при драке за кусок заплесневевшего хлеба, когда вы там будете пытаться друг у друга этот кусок хлеба вырвать, для того, чтобы поесть его, как собаки бездомные, чтобы с голоду не умереть, вот что тебя вояка сраный русский ждет, или неважно, не русский там, или какой-то другой национальности там, из народов Российской Федерации, вот что тебя ждет, ты думаешь, что ты вот герой такой великий, придешь весь в орденах, в медалях, с войны и с Украины вернешься домой к себе без ноги или без руки там, или с ранениями, и тебя там жена вся в слезах встретит и будет о тебе заботиться, да хер тебе в задний проход, не думай даже об этом, сколько миллионов случаев было, что бабье кидает мужчину, только потому, что она хорошего, нормального, непьющего, работящего, порядочного, любящего детей, любящего жену и так далее, то есть образцового мужчину, такой, о котором только можно мечтать, и член там до колена, и трахает полтора часа, и по пять палок за ночь кидает, и все такое прочее, насрать ей на тебя со всеми твоими положительными качествами. Вот она нашла себе там маленького, плюгавенького, жирненького там, весом 150 килограммов, уродливого, ну богатенького, и вот она к нему переметнется, потому что ее интересуют только деньги, ее не интересуешь ты как человек, и ее не интересует там твой член до колена, там или 7 сантиметров в диаметре, там как у коня, и как у жеребца, ее интересуют только деньги, как бы ты ее там не трахал, как бы ей там не вылизал, как бы ее там не удовлетворял во время половых актов, ее это все не интересует, ее интересуют только деньги, только деньги, и ты как вояка сраной, который там с инвалидностью придешь, если еще вернешься с войны, ты ей эти деньги дать не сможешь, а тебе она, я еще раз повторю, что даже таблетку аспирина в аптеке не купит, одну, единственную, чтобы тебе там чуть-чуть легче стало от приема этой таблетки, как от болеутоляющего, она пожлобит со своей деньги, которые она с твоей зарплаты откладывала, все это себе в кубышку складывала, она тебе ни копейки денег не даст, потому что она думает только о себе, только о том, как она будет жить дальше, а ты для нее выжатый лимон, и срать она хотела и на твое состояние здоровья, на твою инвалидность, и она тебя уже за человека не считает, то есть ты ей нужен только как дойная корова, с которой что-то можно взять, как только корова перестает давать молоко, или молоко дает мало, или она уже такая вот, плохо уже ходит старенькая, там 20-летняя корова, которая уже на пастбище ходить не может, у нее ноги уже подгибаются, ну старая, по возрасту уже, что делают с этой коровой, я тут в селе это многократно наблюдал, приезжает машина с прицепом, вот, корову там замеряют, ну ее не взвешивают, потому что весы такие большие, никто не возит с собой, ее измеряют в длину, в ширину, в диаметре, там и так далее, по специальным таблицам вычисляют приблизительно, какой вес там у этой коровы, платят наличными деньги за эту корову, и увозят ее на мясокомбинат, на переработку, а потом мы эту колбасу едим с 20-летней коровы, значит, вот эта вот колбаса, которая в магазине, вот, или может быть не колбаса, а там мясом ее продадут, вот, так что мужики русские, там, или неважно, там, или удмурты, или буряты, или дагестанцы, или чеченцы, там, или татары в Татарстане, или якуты, или какой любой другой национальности, какой вы там есть на территории России, на найцы там, ненцы, и так далее, вот, думайте о себе, жена о вас никогда не позаботится, государство российское о вас никогда не позаботится, вы им нужны только как пушечное мясо, и как дойная корова, думайте о себе, заботьтесь о себе, потому что вас все только кинут, пока вы живой, здоровый, пока член стоит, и пока трахать можете бабу, и пока несете ей зарплату, и за доступ к ее пизде, несете ей пожертвования, вот эти, и шубы ей дарите, и машины там, и квартиры, и дачи, и так далее, она вас терпит, она вас не любит, она вас терпит, то есть, она вас держит, как корову, которая пока еще дает молоко, как только у вас со здоровьем что-то случится, как только вы не сможете ее обеспечивать на том же самом уровне, как это было раньше, она вас очень быстро кинет, вот вчера было все хорошо, а сегодня она уже пошла в ЗАГС, подала заявление на развод, или в суд подала заявление на развод, и все, и она вам становится не любящей женой, а врагом номер один, то есть, она вас может еще и в тюрьму посадить, придумать ложное обвинение, что якобы вы ее там избили, или хотели убить, или хотели зарезать, бабье очень коварное, подлое, ушлое, изворотливое, и верить бабе, и то же самое верить России, это себя не уважать, то есть, те мужики, которые верят бабе, и те мужики, которые верят, или мужчины, которые верят России, они себя не уважают, потому что, что Россия, что баба, это одно и то же, этим, значит, бабье, и России верить нельзя, потому что, обманить всегда, подлость, коварство, изворотливость, ушлость, паскудство, злонамеренность, И корость у них на первом месте Там ничего порядочного нет Никогда не было и не будет Потому что у баб совести нет Так исторически сложилось И так эволюция сложилась Развитие человеческого вида Что совесть есть у мужчин Ну правда не у всех Не могу сказать что поголовно 100% Но у большинства мужчин есть А у баб совести не было никогда Ни у одной Любую какую ни возьми Совести у нее нет Вот даже сейчас по Украине находятся такие бабы-предательницы Которые в городах Где оккупированы Небольшие города Которые оккупированы российскими войсками Ну вот в Херсунской области Там бабищу одну российские военные Уже назначили временно исполняющим Мэра города И вот она там уже призывает к тому Что нужно сотрудничать с новыми властями Что мы должны там свою жизнь сохранить И так далее И значит подчиняться Этой новой власти Баба это первый предатель Никогда не надейтесь на бабу Она вас всегда предаст И вот многие сейчас слушают из мужчин Думают Так дурак какой-то там разглагольствует Вот у меня баба такая Что она сосет мне там И в зад язык засовывает И все что угодно делает И так яйца значит в рот берет Что ни одна баба такого не делала Досрать она хотела на твои яйца На твою жопу и на твой член Она это делает ради того Чтобы ты ей зарплату приносил Она тебя не любит Она тебя даже ненавидит Вот потому что Она вынуждена это делать Для того чтобы таким способом Зарабатывать деньги И при первой же возможности Она тебя Тебе донет так Что ты даже От нервного шока Или пойдешь с моста Сбросишься на лед Где-нибудь на реке Или с высотного здания Прыгнешь вниз Чтобы разбиться насмерть И чтобы можно было Закончить свою жизнь То есть нервный стресс у тебя будет такой Что ты и рыдать будешь И тебя будет трясти И колотить И у тебя в голове не будет укладываться Что как же так Ты там 15 лет пахал на эту бабу Все было хорошо Там и сосала И давала И ноги раздвигала И значит Жопу языком лизала И все что угодно вытворяла Значит и тебе было хорошо И то вдруг на тебе В один момент Вчера было все хорошо А сегодня уже Враг номер один И ходит с ножом И кричит Что ты такой-сакой плохой Что ты пил-бил-курил-гулял Денег не давал Дети голодные сидели Не обеспечивал И так далее Бабе Перейти в состояние безумия Сумасшествия Неадекватности И невменяемости Это секунда времени Вот она Услышала слово какое-то На тебя посмотрела И все Она повернулась к тебе спиной И у нее вот этот режим Невменяемости Неадекватности включился И из него она не выйдет До тех пор Пока она с тобой Жесточайшей войной С полной потерей Твоих ресурсов И твоих сил И твоего здоровья Или может быть даже жизни Она из этой войны Между тобой Она не выйдет Она выйдет победительницей Всегда Потому что ей государство Помогает Ой она же женщина Она же родила Она же мать У нее же дети А ты кто А ты мужик сраный Который Такой-сякой плохой И вот все что она На тебя говорит Ей поверят А тебе не в одно Стое слово Не поверят Потому что мужик По факту всегда виноват А женщина всегда права Поэтому бросайте оружие Сдавайтесь в плен Сохраняйте свою жизнь Вывешивайте флаги На своих этих танках БТРах На всякой этой военной технике Перестаньте стрелять По украинскому населению По людям Перестаньте бомбить Не летайте на самолетах На вертолетах На территорию Украины На территорию Украины Притворяйтесь больными Там пойдите Пургенов в аптеке купите Нажрите Чтобы у вас понос был там неделю Чтобы вы там С унитаза не слезали Чтобы из вас там Пердеж было И говно летело Так что дальше чем видите Вот И по этому поводу Значит Ну да Плохое состояние здоровья Вот отравление Дизентерия Значит В больницу там В лазарет И каждые 10 минут Будете на горшок бегать И пердеть там И срать по носам Но вы таким образом Из-за этих мелких неудобств Сохраните свою жизнь Потому что элементарно просто Ваш самолет могут подбить И не сработает парашют А почему не сработает Потому что специально Парашют это вкладывают Для того чтобы они не раскрывались Это в России Тайный такой указ Есть о том Чтобы пилоты самолетов Которые летят Бомбить Украинские города Чтобы они Не остались живыми Их уничтожают Путем Снаряжения Вот эти вот Катапультные кресла Снабжают Так сложенными Парашютами Которые при Срабатывании Не раскрываются И В результате Пилот Выстреливается Этим катапультным креслом В воздух Вот Парашют не раскрылся И он падает вниз Разбивается в мясо Там И от него там Ошметки только остаются И он уже выжить не может Вот что с вами Ваша российская Эта блядская власть делает Она вас не ценит Точно так же Как и бабы То есть вы для них Пушечное мясо Ресурс Который нужно обобрать Выжать из вас Все соки И отправить На мясокомбинат И даже Трупы не хотят Российские власти Забирать Вот этих Российских Этих сраных вояк Потому что Вот эти ваши трупы Они Не жене вашей Не нужны Потому что И надо тратить деньги На то чтобы Похороны там сделать Даже по самому минимуму Там гроб купить Там венок какой-то Крест и все такое прочее Она не хочет этим заниматься Вы ей не интересны Вы свою задачу выполнили Вы отдали ей карточку Свою зарплатную Она на эту карточку Зарплату получает А что будет с вами Ей глубоко насрать Убьют вас Или покалечат Или Вы там Замерзнете Или Заболеете чем-то Или простудитесь Или еще что-то С вами произойдет Ей на вас Глубоко насрать Запомните об этом Не верьте Ни России Не верьте Ни жене Не верьте Бабам Потому что Обманут А баба Это Россия Это одно и то же Потому что Повадки России И вот эта Вся методика Манипулирования Мужчинами И поведение По отношению Абсолютно бабское Одинаковое Я вот прожил жизнь Ну я надеюсь Что я еще поживу Не только 56 лет А еще там Хотя бы до 70 лет Или до 80 лет Как там Бог Сколько мне там лет Отмерил Я пчеловодством занимаюсь И здоровье пока еще Слава Богу Более-менее нормальное По сравнению с другими Мужчинами Потому что я не курю Не пью Спиртное не употребляю И здоровье еще Слава Богу Хорошее Хотя в моем возрасте Я тут по селе смотрю Что ходят Ну местные жители Которые пьют Курят И это самое Ведут неправильный Образ жизни У них здоровье Конечно намного хуже Чем у меня Хотя они Сельские жители Как бы должны быть здоровее А я городской житель Киевлянин Но я уже 10 лет Живу тут в селе И занимаюсь пчеловодством Я и раньше занимался Пчеловодством Но в другом месте Не в этом селе Вот Так что я свое здоровье Оберегаю И если Придется конечно Мне с автоматом Против Русских этих странных Вояк Сражаться Естественно Что я этот автомат Возьму И буду защищать Свою родную землю Вот Но я вам советую Мужики российские Бросайте нафиг Эту войну Она вам абсолютно Не нужна Потому что все Что вы делаете Это вам Никакой пользы Не приносит Эту пользу Приносит Россия Политическую пользу Экономическую Значит Вот эти вот Хотелки Карли Капу Удовлетворяется Что вот он Собиратель земель Вот Вашей бабе Жене Приносят пользу Потому что Она вашу зарплату Получает А вы Никакой пользы Не получаете Вот если вы Инвалидом Придете домой То вас Очень быстро Эта бабища Отфутболит И вы будете В шоке И вы будете Там думать Что же мне делать Как же так Слезами там Будете умываться И Она вас нахер Пошлет И она будет Для вас Абсолютно чужим Человеком Вот поверьте Мне на слово И поверьте На слово Тем людям Которые через Все это прошли Ну даже По гражданской жизни Там не надо Там войны Какие-то придумывать Или какие-то Боевые действия По гражданке Таких случаев Миллионы И причем Это не только В России Это и в Украине И в Молдавии И в Грузии И в Армении И в Азербайджане В любой стране Бабье везде Одинаковое Во всем мире Все бабы Одинаковые Вот отношение К мужчинам У всех баб Абсолютно Одинаковое Никакой порядочности Совести У них нет Не верьте бабам Никогда Нигде Ни при каких Отстоятельствах Поэтому Сдавайтесь В плен Вывешивайте Белые флаги Пилоты самолетов Вертолетов Не вылетайте Со своих аэродромов Не летите Не бомбите Если вы уже там Вылетели То переходите На волну Радиостанции У вас там На борту есть Значит Объявляйте На волну Через которую СОС Передается сигнал Бедствия Объявляйте о том Что я борт Такой-то Пилот Такой-то Фамилия Капитан Или лейтенант Или кто там Майор Или старший лейтенант Петров Иванов Сидоров Лечу с аэродрома Такого-то С аэродрома В Беларуси Или с аэродрома Военного Или гражданского В России Лечу над таким-то Населенным пунктом По Украине Лечу в сторону Чернигова Или Харькова Или Сумы Или куда вы там Летите Куда вас там Послали Я имею на борту Борт номер Такой-то Имею на борту Значит Такие-то Снаряды Там и так далее Я хочу сдаться в плен Хочу Посадить свой самолет Или вертолет Разрешите мне посадку Не стреляйте в меня Я сдаю в плен Не обстреливайте Я хочу В целости и сохранности Посадить самолет Или вертолет И я хочу еще получить Деньги За то Что я Целый российский самолет Вам тут на аэродроме Посажу Потому что сейчас По решению правительства Украины За каждый целый самолет Неважно какой он модели Выплачивается Пилоту Который добровольно Сдался в плен И посадил В целости и сохранности Самолет И не бомбил При этом полете В территории Украины Выплачивается Один миллион долларов Не миллион рублей А миллион долларов Выплачивается А пилоту вертолета Боевого Выплачивается Полмиллиона долларов Ну и если там Два пилота То там уже пополам Будет зарплата Эта сумма Это поделена То есть каждому Там если два человека Летело То по 250 тысяч Если там один пилот Летел То полная сумма 500 тысяч за вертолет И миллион долларов За самолет Поэтому вы эти деньги Заработайте Но жене Ни копейки не давайте Положите деньги на счет Можно в украинский банк Можно в иностранный банк И значит Бабе про эти деньги Ни слова Никогда Нигде Ни при каких Остательствах Не говорите Пусть это будет Ваша черная заначка На черный день Когда у вас будет Здоровье подорвано Будет инвалидность И все такое Прочее Вот Чтобы вы Не оказались На теплотрассе И чтобы у вас Были деньги Чтобы можно было И лекарства покупать И лечиться В нормальной больнице И подтрахивать Там если будет желание Молодых медсестер Которые будут Там за вами ухаживать И минеты вам там делать И в жопу целовать За деньги Бабье за деньги Сделай все что угодно Бабы это такие существа Которые За деньги Которые им там покажешь Такое вытворяют Что никакая проститутка Профессиональная Не удовлетворит Так мужчину Как баба Которая за деньги Готова на все Поэтому сдавайтесь в плен Нахер посылайте Эту войну Забудьте о присяге Вы не давали присягу Воевать против Украины Вы моральный Свой долг Выполнять будете По присяге Тогда когда На территорию России Кто-нибудь нападет Но на нее никто Нападать не будет Поэтому все вот эти Пропагандистские Вот эти вот Призывы Что спасай Россию Убей Украину Все это вранье Брехня Это гебельсовская пропаганда И думайте о себе Забудьте об войне Забудьте о своей жене Которая Первый предатель С ножом за спиной Которая готова Вас вышвырнуть Из вашего дома Из вашей квартиры И лишить вас детей На алименты поставить И отожмет у вас Все что у вас есть А вы будете инвалидом Если живым домой Еще вернетесь И пойдете Жить на теплотрассу Или в канализации Там будете Запах мочи И говна нюхать И греться От этих теплых Сточных вод Для того чтобы Зимой на морозах Не умереть Все на этом заканчиваю В общем идею Вы поняли Мужики Не воюйте Сохраните свою жизнь Для себя Или хотя бы Для тех детей Которые у вас есть И может быть Они ваши или не ваши Я вам кстати Рекомендую сделать ДНК экспертизу Вы будете очень поражены И многое для себя Узнаете Если окажется Что ваш единственный Ребенок Или два ваших ребенка Либо вообще не ваши От соседа нагулиные Или может быть Один В лучшем случае ваш Так что Не верьте бабам Не верьте России Они вас Препредали уже И придадут При любом Малейшем поводе То есть вы будете И хорошей И порядочной И честной И добросовестной И трудолюбивой И заботливой И любящей И так далее И по пять палок За ночь бросать И член до колена И стояк такой Что не у каждого коня Такой стояк Не у каждого молодого Жеребца И думаете Что вы такой Единственный Неповторимый И так далее А баба на вас Смотрит просто Как на бычка На жеребца Как надойную корову Которую нужно Выжать Как лимон И потом выбрать Без сожалений Она о вас Даже вспоминать Не будет И все сделать Для того Чтобы уничтожить Вашу жизнь И вообще До гроба довести Вот что такое бабье И вот что такое Россия Слава Украине Слава героям Украины Слава защитникам Украины Мы выстоим В этой войне И я благодарю Всех граждан Во всем мире Которые оказывают Украине И финансовую И военную И экономическую И политическую Помощь Для того Чтобы мы выстояли Против этой Орды Татаро-Монгольской От этой Армии Тараканов От этой Фашистской Рашистской Армии Сраной Хваленой Которая По факту Оказалась Голодранцами Варьем И Беспредельщиками И вообще Паскудами Которые Как тараканы Напали На Украину И жрут Ее Бомбят И обворовывают И грабежом Занимаются И мародерством И так далее Это не военно Это сборище Сброда И шантропы Голодный Нищий И ничего хорошего В жизни Не видев Не видевший Сто лет жизни Каждому защитнику Украины Здоровья вам Благополучия Удачи Мы выстоим Мы победим Этих Сраных Рашистанских Лаптистанских Вояк Всего вам хорошего До свидания И до следующих Выпусков Моих сообщений Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok